Москва крайне обеспокоена возобновлением полномасштабных боевых действий в Донбассе обстрелами жилых районов Донецка. Это никак не способствует поиску урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанция «Говорит Москва». Напомним, ранее подконтрольной Киеву силовики признали, что командование приняло решение о массированной операции в Донецком аэропорту. О том, что сейчас происходит в воздушной гавне, расскажет наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Несмотря на все попытки украинских силовиков прорвать оборону ополченцев Донецкой Народной Республики в районе аэропорта Донецка, бойцы батальона «Спарта» на своих позициях. Сейчас мы находимся в новом терминале воздушной гавани. Украинская артиллерия бьет из всех населенных пунктов северной стороны, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины. В частности, огневые удары наносятся из Авдеевки, это в ту сторону, из Песок, это оттуда, также с северного направления. На протяжении последних суток украинские военные постоянно предпринимают попытки отрезать за территорию Международного аэропорта Донецка от основных сил ополчения ДНР для того, чтобы блокировать здесь батальон «Спарта». Танковые колонны минувшей ночью попробовали со стороны радиолокационной станции зайти к новому терминалу, обойти новый терминал с правой стороны и выйти к зданию монастыря. Эти попытки были блокированы силами батальона «Спарта». Противник со вчерашнего вечера начал активно, перешел в фазу контрнаступления, это уже получается вторая фаза после того, как мы заняли новый терминал, с применением большого количества бронетехники. Сразу же на территорию аэропорта прорвалось 15 единиц бронетехники, порядка 10 из них было уничтожено на прилегающих территориях. Мы вступили в бой, отбросили противника в направлении РЛС, ну в направлении откуда он зашел, и там добивали эти колонны. И в течение ночи было таких попыток, не меньше четырех, всю ночь они пытались прорваться, и в ночное время суток они высаживали пехоту, пехота забегала сюда, вовнутрь поселка, пехоту уничтожали, выбивали в обратно. Также сегодня днем бронетанковая колонна вооруженных сил Украины попробовала зайти в Донецк через Путиловский мост, это собственный город. Там завязался ожесточенный бой, несколько танков украинских военных на короткое время закрепились под мостом, после чего ополченцы выслали туда противотанковые подразделения. Танки оставили свои позиции, сам мост был уничтожен. Пока украинские военные не могут блокировать ополченцев Донецкой Народной Республики на территории аэровоздушной гавани, при этом пытаются завести сюда силы пехоты с нескольких сторон. В частности, пытаются вновь занять разрушенные здания вокруг вышки управления воздушным движением. Я напомню, что диспетчерская вышка рухнула чуть более недели назад здесь, на территории Донецкого аэропорта. Ситуация остается крайне напряженной. Украинские силовики используют не только тяжелую артиллерию, но и используют стрелковое оружие, 30-мм пушки. Большое количество бронетехники задействовано в полномасштабном контрнаступлении вооруженных сил Украины. Но вот как нам рассказали здесь, ополченцы покидать позиции, они не собираются, готовятся удерживать их, несмотря ни на что. При этом уже более трех попыток контратак было отражено только за последние сутки. У всего ополчения есть раненые, их доставляют в Донецк. Там оказывают первую медицинскую помощь. О потерях вооруженных сил Украины пока ничего не известно. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецкого аэропорта. Киев воспользовался перемирием для перегруппировки своих вооруженных сил и наращивания тяжелых видов вооружения. Речь идет о попытке вновь развязать войну. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он сообщил, что в настоящий момент по жилым кварталам Донецка и Луганска ведется интенсивный обстрел с применением крупнокалиберных реактивных систем «Град» и «Ураган». Еще по его словам, Киев предпринимает попытку взять реванш за тяжелое военное поражение от ополченцев в прошлом году. При этом на многократное предложение отвести тяжелые виды вооружения от линии разграничения Киев всегда отвечал молчанием. Отметил Захарченко. Массированные обстрелы идут по всем жилым кварталам Донецка. Сильно пострадала соседняя Горловка. Над ней днем кружили несколько бомбардировщиков Су-24 украинских ВВС. Об этом сегодня сообщили в Минобороны ДНР. И снова есть жертвы среди мирного населения в результате прямого попадания снаряда в остановку общественного транспорта. В центре города погибли два человека, 16 получили ранения, сообщается в эти минуты. О том, что сейчас происходит в Донецке и его окрестностях, расскажет наш специальный корреспондент Виталий Рутюнян. Место, где мы находимся, это площадь перед железнодорожным вокзалом. Сюда сегодня очень часто прилетали снаряды. Вот, пожалуйста, посмотрите, в девятиэтажку практически прямое попадание. Если посмотреть на другую сторону улицы, там еще одно здание, пятиэтажка, там тоже прямое попадание минометом. Здесь же я вам сейчас покажу снаряд от Града. Он прилетел буквально в центр площади до здания вокзала железнодорожного буквально метров пятьдесят. Вот он прямо вошел в асфальт и застрял здесь. Он уже сдетонировал и не опасен для населения. Но если говорить в целом об обстрелах здесь в Донецке, то ситуация сегодня значительно ухудшилась. Есть данные о 19 пострадавших и трое погибших. Среди них четырехлетний ребенок. Тяжелые бои идут сейчас по всей линии фронта. Украинская армия наступает. Надо сказать, что таким образом украинская армия пытается взять, если можно так выразиться, реванш за августовские поражения. Потому что, если вспомнить о том, что до этого много раз прилагалось отодвинуть тяжелую артиллерию от линии соприкосновения, но Киев на это никак не реагировал. И вот сегодняшние обстрелы системами залпового огня «Град» и «Ураган» свидетельствуют о том, что Киев все-таки пытается взять некий реванш за то, что в августе украинские войска несли серьезное поражение. Были попытки танковых соединений украинских войск проникнуть на территорию города. Им это тоже не удалось. Эту атаку тоже отбили силы ополчения. Но, по нашим данным, в результате этих атак украинские войска потеряли около сотни своих бойцов. Несколько единиц техники были подбиты. Украинская армия также практически без перерыва обстреливает Горловку. Этот населенный пункт находится в непосредственной близости от позиций украинских войск. Снаряд от системы залпового огня «Град» прилетел прямо на остановку. Там погибли два человека. Украинские войска бьют по жилым кварталам. Очень много раненых и много поврежденных домов в Горловке. Вообще этот город подвергается самому мощному обстрелу со времен начала конфликта. Виталий Рутюня, Назад Атагонов, Алексей Ялдин, Вести, Донецк. Представители ОБСЕ сегодня потребовали от украинских военных немедленно прекратить массированный обстрел Донецка и местного аэропорта. Об этом телеканалу РТ сообщил источник находящейся на месте событий. По его словам, сама группа ОБСЕ также рискует попасть под огонь украинской артиллерии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова